Которая точно знает, как водить машину. Я знаю, как водить машину. Нет? Ну, я училась на права лет 7 назад, может, но еще не каталась с тех пор. Они у меня лежат, чтобы я просто как удостоверение личности кидала их кому-нибудь. Ну, в общем, умею, но давным-давно умела, не знаю, как сейчас. Как вам пришла идея начать стремить на машине, при том поставить пилон в необычном месте? И у меня идея была побывать на стримфесте, но организатор стримфеста сказал, что он будет ставить пилон. И я, конечно, удивилась этого, думаю, ничего себе, обычно все против такого, ну, пошло и все такое. И, в общем, он меня попросил, чтобы я нашла во возможности какую-то идею пилона, потому что он понятия не имеет, как ее установить на такую высоту, потому что высота потолков тут огромная. И я уже занялась поиском пилона, наткнулась на московскую студию, в которую я сейчас максимально пиарю, потому что это спонсор наш, вот этот пилонокар, это, блин, такое чудо-машина, которую он сам предложил. Мы хотели подиумный пилон поставить, но он сказал, что если машина влезет, я пригоню машину. В общем, по содействию наших организаторов стримфеста и благодаря нашему спонсору Fall Dance Car мы оборудовали пилон на машине, поэтому это не моя идея, моя просто была помощь в реализации этого проекта. Ну и как по-вашему стриму дается? Да, мне больше нравится в окружающий контент, то есть то, что я танцую на пилоне, это просто как изюминка на торте, но мне очень нравится, тут столько людей, столько стримеров, это очень круто. А кто ваш любимый стример? Любимый стример? У меня нет, если честно, я на стрим пришла, я половину никого не знала, я знала там Гладиатора, Мэдисона, ну то есть таких вот людей, я не знаю, как я на них натыкалась просто нечаянно. И получается, что сейчас я много кого знаю, но я никого не смотрю, потому что мне некогда. У меня нет особых любимчиков и нет никого, я ненавижу прям, просто некогда смотреть, а возможно бы я нашла своего любимчика, я постоянно сидела из него. То есть по сути нет таких, кого бы вы смотрели чаще всего? Нет, если даже и есть, то они просто по времени со мной стримят тоже, поэтому я не могу смотреть. Да, это, конечно, обидно. Друзья, у вас есть какие-нибудь вопросы к этой замечательной женщине? Сейчас начнется, да, я знаю вас, вы ее ненавидите. Тиран, тирана не было, к сожалению, и насколько мне известно, тиран здесь не появится. Вы говорите, женщина. Стрим стримера, стримера, стримящего стрим-стримера. Да, просто сейчас вот мой стрим идет. Можно я постримлю то, что происходит тут? Конечно. В общем, стрим стримера. Женщина, вы прекрасна. Спасибо, спасибо. Это мне редко говорят на Твиче. Мне очень, конечно, обидно, что многие видят во мне проститутку, но я уже реально привыкла к хейтерам, и я понимаю, почему все такого отношения к таким женщинам, как я. Поэтому я никого не осуждаю, у каждого есть свое мнение, и оно достойно уважения. Поэтому, если кто-то не любит меня, просто не заходите на канал. Если вам не нравится контент, не заходите и не спамьте гадости. Я всех люблю, и не хотела бы обижаться и расстраиваться из-за вас. Тут, на самом деле, это интересный вопрос тоже. Как ты пришла к тому, чтобы стримить на Good Game? Меня забанили на Твиче. Я не знала о сервисе Good Game, на самом деле. Не знала. Я начала со стримов на Твиче, и меня забанили, потому что я еще не знала, что там попу нельзя открытую. Я просто стримила в своей тренировочной одежде. Меня забанили, и все, да, есть YouTube, Good Game, приходи на Good Game. Много людей меня начали приглашать на Good Game. И думаю, ну ладно, а что такое Good Game, пойду. И, в общем, познакомилась с Good Game, осталась там на неделю, пока не вышла из бана. И с тех пор я и на Good Game тоже. Но в итоге на Твиче тебя разбанили. Да, меня там четыре раза банили, пока я не научилась нормально одеваться. Но на Good Game еще не банили. Он такой более открытый, видимо, сервис. Вот, но я же не показываю грудь и большие, ну, открытые попы. Вот, но все равно у каждого свой цензур. Тут в чатике просьба показать бицуху. Ну, очевидно, не мою. Они любят, когда я так делаю, да. Ну, пожалуйста. Вот. Так что все, вот. В общем, еще я очень патчетовка, у меня много-много предстоит. А какие игрушки ты любишь играть? Ой, я вообще, если честно, любитель мини-игр всяких. Но мы уже проходим сейчас с ребятами Doom 3, уже месяца три его бедненький проходим. Это моя любимая игрушка детства. Еще я люблю играть в какую-нибудь игру типа Spore, Counter-Strike. Это, наверное, самая моя любимая игра, Counter-Strike Source. Но я понимаю, что никому она неинтересна, я ее не стримлю, потому что все уже перешли на другой Counter-Strike. А я не могу, я осталась там. Вот. Какой-нибудь Left 4 Dead люблю поиграть в Доту. Но нет, я плохой игрок в Доту, хотя мне очень нравится играть в нее. Вот. И... Ну, и всякие мини-игры-то прыгать там. Но я тоже не играю, потому что времени вообще нет. Вот. Почему такая позитивная? Люблю жизнь. Я очень люблю жизнь, люблю все, что происходит. И я готова улыбаться, радоваться, прыгать, даже когда мне не очень хорошо. Но мне сейчас очень хорошо. И без алкоголя я ни под чем, ребят. Я не курила, не пила. Пью только вот такую водичку, которую выдали мне на StreamFest. Вот так. Впервые выступаешь на публике? Нет. Я с детства выступаю на публике. Раньше ходила в кружок хореографический. И там мы постоянно ходили на всякие конкурсы выступать. Ну, у нас руссконародные танцы, всякие лирические были. Вот. И я там выступала. На публике, на большой. Поэтому опыт есть. Но на такой нет. Все равно страшно? Страшно всегда. Потому что боишься, что ты сейчас сорвешься, ты упадешь. И все будут либо бояться за тебя, либо смеяться. И ты боишься просто казуса какого-то. Поэтому дрожат руки. Чтобы сейчас не сделать, не накосячить. Чтобы не накосячить. А вот мне, на самом деле, очень интересно. По сути же, во всех спортзалах пилоны крепятся как сверху, так и снизу. Тебе не боязно с того, что твой пилон, который на машине, он прикреплен только снизу? Мой прикреплен дома вообще ни к чему. Он в распор, и у него нет крепления ни к полу, ни к потолку. То есть его раскручиваешь, и можно снять и перетащить. Поэтому тут дело, скорее всего, в людях, которые делают эти пилоны. Они их делают так, чтобы позаботиться о нашей безопасности. Поэтому я абсолютно доверяю вот этой машине, которая пилон сделала. Это, по-моему, фирма Paul4U. Они делают кучу пилонов, каких угодно, во все студии. И за их качество я ручаюсь. Ну, скорее всего, был вопрос не к самому пилону, а к креплению. Вот именно. На них крепление в полу, то есть верхнего нет крепления, но в полу настолько хорошее крепление, что что бы ты ни делал, даже если там 100 килограмм будет висеть на макушке и крутиться, он не упадет. Вот. То есть это проверено, протестировано разработчиками, проектировщиками и тем, кто его пускает. То есть проектировщик сам крутился на этой пилоне, да? Да, думаю, они его тестировали очень хорошо. А знаешь ли ты же такой пилон в Старкрафте? Пилон в Старкрафте? Нет. Я не играю в Старкрафт, поэтому не знаю. А что такое пилон в Старкрафте? Азикурат в Варкрафте. Азикурат в Варкрафте. Не, не знаю. Ну ты же знаешь, что такое стратегия? Да. Какие стратегии увидела? Игровые стратегии или вообще стратегии жизненные? Игровые стратегии. Ну, да. Ну, эти строения отвечают за производство пищи и лимитармии. А, это вон оно, что? Медалец, еда. О, это моя любимая. Ладно, я молчу. Как в общем тебе стримфест? Стримфест? Ну, и я прежде, чем сюда пойти, я смотрела предыдущий стримфест. И мне интересно было, как оно все тут организовано. Было интересно смотреть. Но тут я не успеваю за всем уследить. Хочется ко всем подойти, посмотреть, что они там делают. Мне очень нравится. И я не пожалела, что я сюда поехала. И действительно, все намного добрее, чем в чате. Вот. Очень крутая организация. И я думаю, что... Мне не хотелось бы, чтобы он заканчивался сегодня вечером. Я бы и завтра продолжила. Я бы, на самом деле, тоже с радостью сюда пришел бы еще не один день. Потому что здесь реально очень много разных интересных стримеров. Очень много разных интересных людей. И хотел бы, конечно, всех поизучать. Последить за ними подольше. Но, к сожалению, это как-то все очень компактно, что ли. Да, и быстро не успеешь углубиться. Иногда смотришь, что-то делают. Хочется остановиться, посмотреть. Но там еще куча всего. Действительно, не успеваешь. Чья тачка красненькая? Ты понимаешь, это организатора? Да, это спонсора, а не организатора. Вот. В общем, там вы можете зайти. Я на правах рекламы. Потому что это действительно спонсор, который предоставил стримфесту бесплатно. Стримфест должен был, по идее, платить. Но организатор такой щедрый, клевый чувак. Поэтому я должна его прорекламировать. Собака полдэнс кар, инстаграм. Заходите, смотрите. Они организовывают кучу многих всяких там мероприятий по полдэнсу. И там много девушек на пилонах. Вот. Так что вот так. У вас есть какие-нибудь еще вопросы к этой замечательной женщине? Можно меня женщина не назову? Девушка. Да, спасибо. Я просто... Еще слишком молодая, я понял. Нет, я просто с детства не люблю женщин. Я, ну в смысле название женщины, я даже отказывалась праздновать 8 марта. Потому что я маме говорила, мама, праздник для женщин. Я еще не женщина, не праздную с вами. Поэтому, где моя собака дома? Не у меня, правда. Меня спрашивали, почему я собака не привезла на стрим. Ну как можно в Москву собаку привезти? Ну вообще. Почему бы и нет? Ну это же я в автобусе ехала. Я бедный стример, самолет не могу себе позволить. Поэтому я ехала почти 20 часов в автобусе, моя собака там померла бы. Ну, про вес, наверное, мы тебя не будем спрашивать. А какой у тебя рост? Метр шестьдесят восемь. Метр шестьдесят восемь. Я маленькая. Она маленькая. Совсем маленькая. Да. Мы немножко опустили в ваниль вару. Какой же подняли? Когда стрим с капком из зала, к сожалению, я не располагаю этой информацией, друзья. Я вообще мало прошарен, кстати, на того, кто, где находится и что собирается делать здесь. Поэтому я вам, к сожалению, не подскажу. Друзья, а у вас есть еще какие-нибудь интересные вопросы к Олесе? Скорее всего. Какая-то майка. Ну, просто как это... Ну, метр восемьдесят высокая девушка. Метр восемьдесят, да. А метр шестьдесят, метр семьдесят уже такая карлица. Средняя, да. Наверное, средняя, да. Выше среднего? Ну, ладно, как скажете. В общем, это... Спасибо, ребят. Мне тут пишут в чате, что я на втором месте сегодня на Good Game в ИРЛ. Поэтому я уже давно не поднималась так высоко. Спасибо за ваше внимание и признание. Какие у тебя есть планы по развитию канала? У меня... Я хочу, наконец-то, выставить график стримов. Это мой единственный план, потому что у меня все вот так. пам-стрим. И три дня может не быть, потом пам-стрим. То есть я такой непонятный стример. И не знаю, у меня в любое время может быть что угодно. Я то пилон, то тренировка, то кукин-стрим, то какая-нибудь игра. В общем, я хочу это как-то все скомпилировать нормально, чтобы у меня был, в конце концов, график, потому что многие люди бесятся от этого. Поэтому у меня в моем стримерстве установить план, график, чтобы у меня был когда игра, когда жрачка, когда пилон. И развиваться в плане игр тоже хочу. Поэтому если кто-то любит ИРЛ только, то я вас обижу играми немножко. А те, кто любит игры, вы немножко их загенете. Планирую, наконец-то, купить свою видеокарту и уже стримить какие-нибудь помощные игры, чем мы играли до этого. И как ты видишь свой идеальный контент? У тебя есть какие-нибудь, в принципе, идеи касательно того, в какую сторону улучшать его, развивать? Что стоит добавить? Чего? Хотелось бы, наоборот, убрать, но по какому-то стечению обстоятельств ты этого еще не сделала? И прочие какие-то моменты? Ну, во-первых, я хочу до конца оборудовать место, где я буду стримить. Потому что у меня не освещение нормального, у меня ремонта до конца нет там, где я веду стримы. Это я веду из своей квартиры. Поэтому это оборудовать место, чтобы оно было стримабельным, чтобы его было приятно смотреть. По контенту, я думаю, что меня все устраивает. Единственное, будет все как-то гармонично, чтобы были игры, тренировки. И мои тренировки, я хочу, чтобы были больше направлены на провоцирование людей встать с дивана и не заплывать жиром. Я очень стараюсь на стримах донести, насколько важно правильно питаться, насколько важно не быть жирным, ленивым ублюдком. Да, это есть такие, которые... Олесь, я тренируюсь с тобой, жру чипсы, пиццу. Я им завидую, конечно, немножко. Но я очень хочу, чтобы люди не забывали о том, что нужно все-таки хотя бы раз в неделю проводить себя в физическую форму и не забывать о своем здоровье. Это очень важно. И, в общем, моя цель, половина моих стримов нацелена на то, чтобы вы нормально стали кушать и заниматься спортом. И я тому пример всегда стараюсь. Нормально кушать, ну да, иногда сожру шоколад. Ну ничего, ничего. Гифка от Мистер Виннера, точнее от Гани Клаева по поводу замечательного другого стримера Букейма, Мистер Виннера. Ну, в общем, я не хотела никого оскорбить, просто хочется, чтобы вы не забывали о себе, смотря о других стримерах. Я думаю, они прекрасно тебя поняли, и никто на эту... Не обиделся, да? Да. Острую шутку не обиделся. Ну ладно, я очень надеюсь. Чем ты зарабатываешь по имя стримов? Ну, я так понимаю, это просто занятие полдэнсом, тренировка в залах. Да, у меня еще маленький свой бизнес в Алтайском крае. Я с Алтайского края, и у меня там бизнес. И когда я уехала, я оставила его на маму. И теперь иногда, когда он у меня хорошо цветет, она мне пересылает денежку. Когда плохо, она мне ничего не пересылает. Вот, в общем, какая-то часть у меня дохода идет с России, вторая часть дохода – это мои тренировки, и третья часть дохода – это настали доходы стримерства. Вот, то есть все маленькие вложения дают свои плоды в виде моей новой квартиры, блин. Вот, ну да, на нее копила, правда, лет семь, но не столь важно. Главное, что все вместе очень хорошо работает. И я очень много работаю и люблю это дело. Все, чем я занимаюсь, я люблю. Если мне когда-нибудь перестанет нравиться стримить, я не буду делать это ради денег, знаете. Такие вот замечательные новости, друзья. Тут еще пара замечательных новых стримеров подъехала. Которые, вероятно… Увольняют. Не-не. Сиди, сиди. Ты что? Как только ты уйдешь, то сразу качество зрителей упадет раз так в три. Так, это вы меня перебиваете, да? У меня контент сейчас перебивается. Это вы… Кто сейчас на первом месте выиграл? Они просто сидят на двух каналах. А-а-а. Ну ладно. Ну, конечно. Шилош, Шилош, да, был, но, к сожалению, я с ним не пересекся. Мы с ним планируем, по идее, пересечься. А чья водичка можно попить? Она не открыта? Пей, ради бога. Спасибо, а то что-то переулжит. Как я могу тебе отказать? Не знаю, скажите, это не моя, не могу отвечать за нее. Вообще-то так и есть, но как бы я же не могу тебе отказать. А где ты сейчас живешь? В Москве? Нет, в Киеве. Тут, кстати, еще был вопрос, планируешь ли ты переезжать, приехать в Москву? Нет, тут очень дорого. Я, вроде как, вы думаете, что я тут купила квартиру, но на самом деле я очень бомжа-стример, я серьезно говорю, потому что я очень экономный, и мне очень дорого жить в Москве. Я как представлю, сколько здесь стоит бургер, я удавилась бы, покупая здесь какую-то еду. Потому что если на свои деньги, которые я зарабатываю, жить в Москве, я буду очень нищим, действительно. Я никогда ни на что не накоплю, мне ни на что не хватит. А я люблю очень путешествовать, потому что, поэтому, я живу в стране, где я могу очень экономно жить, зато позволяю себе нормально питаться и путешествовать. Олеся, у вас есть желание остаться здесь и дальше самой брать интервью? Если чатик попросят. Я бы не против, но мне очень хочется везде все поснимать. Я хочу, у меня еще через 10 минут я должна выступить, я буду выступать каждые полчаса на пилонах карты, и через 10 минут у меня будет опять мое выступление. Поэтому я бы поинтервьюировала кого-нибудь. Друзья, я бы, на самом деле, сам себе замену уже нашел, потому что я, если честно, немножко подустал тут сидеть. Да, пойдемте, снимай, а не там. А, тут же все настроено. Да, увы, я. Тут нет переносного мобильника, который способен стримить что угодно. Как у меня, классный, да? Да. Ну ладно, он не такой же классный, не такое качество связи. А, кстати, не знаешь Wi-Fi тут? Wi-Fi? Ну, пароль от Wi-Fi. Вообще без понятия, честно. Это у меня скоро, наверное, закончится, мой 3G-мегафон. Боюсь, а у меня Wi-Fi пароль так и не выдали. Ну ладно, в общем, это не на интервью, правда? Ну, друзья, я не знаю, просто оставить все как есть, ну, черт его знает. Я не привык так. Ну, типа, они хотят, типа, они хотят, чтобы ей, мы с тобой просто оставили микрофон, если пошли по своим делам. А, так они любят так говорить. Они мне иногда на стриме говорят, Олесь, да, я говорю, я спать надо, пора, пока, ребята. Они, да ты ложись, спи. Мы уже тут столько стримеров таких, знаешь, спи и все. Я говорю, а вдруг я начну храпеть. Мне же будет стыдно потом после стрима. Они, да нам пофигу, хоть ты там что-то другое делаешь. В общем, они говорят, говорят, а если бы я ложить микрофон, все разойдутся. Или если бы я спать легла, то же бы разошлись. Так что не верите, они обманывают. Вы обманываете, я знаю. Такие пироги, друзья. Такие пироги. Блин, я даже не знаю на самом деле. Что бы еще у тебя поспрашивать? Что бы поспрашивать? Мне кажется, мы с тобой уже вообще все темы исчерпали. Все? А ты сама хотела бы что-нибудь добавить от себя? Не знаю, я хочу только сказать всем спасибо. И, не знаю, у меня столько эмоций от того, что меня смотрят. Это, наверное, звездная болезнь называется, да? Когда ты удивляешься тому, что с тобой фотографируются, что с тобой восхищаются, делают комплименты. И, короче, у меня какая-то появляется звездная болезнь. Я такая счастливая, такая довольная. Я думаю, блин, как это все классно. Ты как будто какая-то маленькая звездочка, которая загорелась на каких-то стримах. И это меня делает очень позитивной и счастливой. И благодаря вам. Короче, все это вы сделали. И, в общем, все. Я пью на сне. Ты спрашивала, сколько тебе лет? Ну, я думаю, мы оба знаем, что тебе 13. 17. 17. Мы не все на стриме отвечают 13. Не, меня бы нельзя было снимать. Меня бы забанили. Это, забанили молодую, 12-летнюю, нельзя же вроде. Нет, можно? ЧСВ. О, вот, правильно. Не звезда, да, ЧСВ такая называется. Короче, ребят, вы меня сделали ЧСВ. Привет, накачанные людишки. Здорово. Ну, хорошо, друзья. Вот вы еще под книгой отличный вопрос. Как сложно, в принципе, начать танцевать сначала с нуля? Как долго ты к этому шла? И каких примерно временных и физических усилий требует научиться танцевать на пилоне? Ну, если не прям как ты, то хотя бы близко к этому. У меня не было огромной физической подготовки. У меня были за плечами только танцы в детстве. И потом был большой перерыв. И я решила, что я очень люблю танцевать. Мне нужно что-то куда-то податься. И когда я пошла танцевать, я была тоже слабачкой, как и все девушки. Единственное, растяжка у меня была получше. И в течение года меня позвали уже работать тренером. То есть за год я смогла стать тренером, чтобы уже тренировать других девушек. Кому-то хватает три года, чтобы уже дорасти до уровня тренера. Кому-то вот год. Но год, я думаю, минимум. Потому что я меньше года не видела еще девушек, которые бы становились крутыми девчонками и тренерами. Вот. Поэтому от года до три. Да куда? У меня уже все узнали. Наверное, все у тебя спросили. Что-то там это шутка, да, чатик? Чатик не просит? Да нет, чатик просил там Хавка. Во-первых. А во-вторых, ну как можно шутить над Хавком? Ты его видела? Сейчас увидела. Но этого не видела. Они сейчас будут говорить, покажи бицуху оба, да? Мы будем сравнивать сейчас бицухи, да? Окей. По всей видимости, они сейчас будут сравнивать бицухи. И Хавка расскажет ей, как правильно делать жим. Ой, а я же не качаюсь. Начнешь. Нет. Мне и так говорят, что я сильно качок. Хватит качаться. Вот. Будешь учиться играть в фубк? Когда совместно с тримсмайкером по фубгу? Когда у видеокарту куплю. И вообще мне почему-то не очень фубк нравится. Не знаю, какой-то... Может быть, я потому что не играла так много, чтобы влиться в эту игру. Но когда я один раз попробовала поиграть, то показалось скучновато. Вот. А это всегда так, на самом деле. Сначала, но потом очень сильно втягиваешься. Я сам первые часов 10-15 в игре этой вообще не понимал, что я в ней делаю и зачем я ее скачал, на самом деле. Просто уже денег было жалко. Хотелось попробовать. А потом как-то ехал и пошло-поехало. Прикольно. Ну, может быть, вот куплю видеокарту, попробую поиграть в бомжи в этот. И, может, затянет. Но пока не тянет. А там уже и будет уже о совместных каких-то стримерствах идти речь, когда затянет. Если затянет. Поэтому обнимаются девчонки. Прикольно. Ой, я это вслух сказала? Надеюсь, они меня не слышали. Просто обратила внимание, как обнимаются девушки впереди там. Не знаю, они так очень близко внимали, что одна ведь зацепилась в волосы за сережку, и они не могли отлепить для друг друга линзы. Вот. Маша хай мячу. Кексики. Кексики хай мячу. Кексики. Правда? А я не пробовал, если честно. Но я уверен, я уверен. Точно вкусные? Сто процентов. Это вся Олеся в этом. Друзья, вот видите, сколько вы всего теряете? Они точно вкусные. Вы видите, сколько вы всего теряете? А все это удовольствие всего лишь стоило тысячу рублей. А еще вы бы замечательный плакатик получили бы. У меня два коврика, представляете? Два? Да. Вот такой и вот такой. А потому что я не могла определиться, какой выбрать. Я тоже не мог определиться. Все. И у меня в подвалке два коврика. Друзья, но это нечестно. Потому что девушка, которая продавала, сказала, мне понравилось, как ты зацывала. Кстати, друзья, вы уже в курсе, да, что здесь есть еще второй коврик? Замечательный вообще коврик. Огромный. Диально огромный. А это мое? Что? Я просто хотела помнить, что ладно. На нем написано «Работа и гладь». Мост хэв всем владельцам котов. Я поела. А ты планировала завести кота? Ну, у меня был кот. Вот. Но он много писал. Я его оставила с его хозяйкой. И он просто... Я переезжала в новую квартиру, и мне было обидно, если он написывает в моей новой квартире, я его убью. Поэтому он остался на другой квартире со своей хозяйкой. Да, меня за это полчата ненавидят, за то, что я бросила кота, потому что я его даже своим мужем называла. Он безъедет, правда. Но хороший был кот. Ну-ка, накидайте котов в чат за такие-то дела. Коврики. Друзья, скорее всего, коврики будут анисированы в интернет-магазине Goodgame, о котором макер уже заикался и говорил. Полус... Вы меня ненавидите, да? Ты видишь, ты видишь, что тебе не стоило так поступать. Котов, просим котов. Нет, не надо. Не ненавидьте меня за это. Все, я с горем пошла пироженка есть. Нет, надо. Она заедает горе, друзья. Короче, планируется добавить в интернет-магазин, насколько мне известно. И майки, и коврики, конечно же, появятся в продаже. Но поскольку пока его нету, возможности получить его, кроме как быть премиум-стримером, ну или стримером, имеющим премиум-партнерку на Goodgame, вроде как других возможностей нет на данный момент. Бросила кота отписка. Да вы не подписаны на меня, что вы врете? Ничего себе тому пальтишка. Котов сколько наедали, ребят? Слушайте, ну, вы знаете, я, если честно, я не я, если я не попробую при первом же возможном случае прописать одному очень известному в узких ругах человеку 20-минутный бан за всю ту боль, что мне довелось испытать с ним. Такие пироги. Мне вот такой тренога классная штука. Жалко, как на стримах не раздают. Треноги? Тренога классная. Короче, друзья, если вы хотите сдонатить Олесе, сразу предлагаю ей присылать. Очень удобно, потому что вот так, ну, всегда вот, есть такие помощники. У нас сейчас будет танец, и мы должны подкрепиться, чтобы хорошо сливать. Я с Люням себе отливаю. Мне сегодня подарили шоколадку и батончик. Люди, которых я почти не знала. Это так приятно. Я не знаю. Это, наверное, у всех как это обыденно, но у меня это первый раз в жизни такое. Ну, то есть тебя сегодня уже откормили шоколадом, батончиком. А еще мне понравилось, от организатора стримфеста мне еще подарили какую-то коробку всего-всего ништяков всяких. Я там еще померить должна какие-то кофты есть, и еда там еще есть. Картошка с котлетой и какой-то салат. Пюрешка с картошкой. Ой, с котлеткой. Ты не боишься, что это многоходовочка, нацеленная на то, чтобы как-то побороть твою излишнюю кудобу? Нет, я просто очень полненькая была до этого. Мне при стримфестом пришлось похудеть. Да, потому что мне стыдно было своим целлюлем танцевать на пилоне. У тебя был целлюлит? Ну, он сейчас, наверное, есть. Я не знаю, там где-то внизу. Ну, в общем, короче, на 3 килограмма я похудела перед стримфестом, чтобы не стесняться себя, потому что я очень стеснительная. Она очень стеснительная. Можно уже стримфесты скоро закончатся? Хорошо, у меня к тебе, на самом деле, один очень интересный вопрос. Тебя не смущает... Еще секунду. Ой, сколько за счастье. Да, тебя не смущает, есть на стрим, на котором наблюдают за тобой. Есть на стриме? Да. Я привыкла, я же кукин-стример еще. Я обготовлю и ем на стриме. Блин, ну девушкам такие, получается, вопросы каверзные вообще не имеют смысла. Да. Они там каждый второй стрим еду готовят. Они со мной в туалет ходят и в душ ходят. Ну, просто сегодня мне нужно было переодеться, и говорю, куда камеру? Мне пришлось положить камеру носа вниз. Я говорю, не подслушивайте, как девушки писают, пожалуйста. Я не знала, как это сделать, куда мне камеру положить. Ну, куда я могу... Я, конечно, с собой не брала в туалет, но я положила возле раковины. И боялась, что мою камеру кто-то стырит. Думаю, ну ладно, если кто-то стырит, они увидят лицо той девушки, которая стырит. Короче, я оставила, пришлось... Ну, по-другому никак. Иногда после тренировки, говорю, ребят, мне домой надо идти. Они говорят, да с нами иди домой. Я думаю, ну ладно, а мне же душ надо сходить. Я говорю, ждите тогда. Поставила эту камеру, пока я сходила в душ, оделась, пошла, вышла на улицу, дошла до дома. Они все время это смотрят на какой-нибудь гвоздь, на какую-нибудь зазубринку в стене. Короче, то, что я на стриме, это просто... Это милая часть моих стримов. Бывает и пожестче, я понял. Я еще не спала зато на стримах. Я еще ни разу не спала. Хотела бы попробовать? Нет. Никогда? Если я во сне храплю, мне стыдно было бы. Ну, не знаю, кто там, мама говорила или брат... А, брат надо мной прикалывался. У меня брат есть родной. И он постоянно утром просыпался и говорил, фу, ты храпела, фу. Ну, он издевался надо мной, да. Ну, может, он просто шутил. Ты же даже не узнаешь. Я не знаю, я не знаю, что я храплю. Нужно у моей Буси спросить, она со мной спит. Хав, ненавязчиво просит, чтобы у него тоже взяли интервью. Да, вроде не особо, на самом деле, похоже на это. Да, кажется, не хочет. Он явно, явно не планирует давать интервью. Друзья, ну, Фав тут уже, на самом деле, довольно долго для вас интервью вел и стримил. Мне кажется, он, на самом деле, немножко подустал. Это так делать? Я, если честно, не в курсе, но ты выглядишь замечательно. Он хочет, но он убежал уже. А как только вы заговорили об интервью, он сразу убежал. Походу, он боится твоей участи оставаться тут надолго и не посмотреть весь стримпэт. Я соболезную. Я бы уже, на самом деле, не проще ходить до буфета, взять хотя бы какое-нибудь водеечки себе, потому что... Или про кофе, наверное. Я бы взял бы что-нибудь... Картошку с котлетами. Ну вот, спалила меня. У меня она есть. Могу принести, я научу есть на стриме. Ребята поймут, я объясню, что я... Это нормально? Это пироженка все. Она была... Кексики были с горшишем, ребят, они все подстроили. Устала, наверное, уже? Привет, 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 привет. А там стенд есть с альпаками, очень милый. У меня традиция на каждом стримфесте покупать по одной альпаке. Девушка, здрасте, расскажите, пожалуйста, кто вы. Я Маша Лав. Маша Лава. Маша Лава. Маша Лава. Это я. Вам нравится данное мероприятие? Мне очень нравится, я в восторге. А вам? Вообще замечательная, правда, отпустили бы меня уже наконец-то. Мы просто хотели бы пару какую-то сюда посадить, пойти берите пару. Мария, не желаете? А вот, у меня как раз есть зерк. Где зерк? Где зерк? Ух ты, какой зерк. Друзьящик. А может, не стоит зерга? Насколько мне известно, его не так любят более половины... А это ничего страшного. А, ничего страшного. Ты будешь на контрасте. Конечно. Все, отлично. Все, нас отпускает? А я еще не уверен, да... А где, где зерк? В зерк, вон зерк. Мне пора танцевать. Все, друзья, наконец-то. Наконец-то я нашел себе замену. Ну что ж, Олеся, спасибо вам большое за интервью. Пожалуйста. Всего вам доброго. Приятного вам. Мне тоже. Мне тоже очень приятно. Спасибо за кексики. Это я, Фик Класс. Кушайте на здоровье. Серьезно? Да. А ты не думала, да? Вот так. А я думала, да? Да, я думала, купили где-то, какой цвет и наносать. Ребята, ты доказывай у меня. Это как кексики. Сашиша. Да, да. Ой, ну такая лапочка. Вот, да. Еще больше всего делать. Есть, пойду. А то на стрим, говорят, где-то есть. Да, все здорово. А то на стрим, говорят, где-то есть.